Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале экзегет мы читаем с вами книгу «Премудрость Иисуса Сына Сирахова», 10 глава. Она посвящена во многом достоинству правителя в народе. Услышим, какие качества более всего нужны тому, кто поставлен Богом управлять народом великим. Мудрый правитель научит народ свой, и правление разумного будет благоустроено. Вот мы видим, главное качество — это попечение об образовании. Образование не как совокупность знаний, но как воспитание в тех традициях мудрости, к которым сам правитель должен прилежать. И правление разумного будет благоустроено. Эта разумность, несомненно, отразится на всех делах жизни государства. Каков правитель народа, таковы и служащие при нем. И каков начальствующий над городом, таковы и все живущие в нем. Действительно, рыба с головы гниет, и по поведению, и по ценностям первого лица в любой организации, в любом сообществе выстраиваются и ценности ему подчиненных. Потому как важно, чтобы не отрок неразумный и непросвещенный был бы правителем в народе твоем, а сам он со всей ответственностью, осознавая свое влияние на ему подчиненных, всяко собирал бы в сердце своем премудрость. Царь ненаученный погубит народ свой, а при благоразумии сильных устроится город. Наши величайшие цари прошлого именовались и миротворцами, и освободителями, действительно просвещенные верой православной. Они являли замечательные благодеяния, и не губили, но освобождали, и содержали в мире народ свой. В руке Господа власть над землею, и человека потребного он вовремя воздвигнет на ней. Этот стих совершенно соответствует одной из заповедей блаженств. Блаженный кроца и акотии наследят землю. Власть над землей дается тому, кто достоин, кто способен не увлекаться гневом и страстями. Такового Господь со временем поставит над землей своей. В руке Господа благоуспешность человека, и на лице книжника он отпечатлевает славу свою. В данном случае слово «книжник» имеет не отрицательное значение, как часто в Евангелии книжники и фарисеи лицемеры, но тот, кто любит премудрость и следует ей. Таким образом, у кого на сердце мир, чье сердце просвещено, у того и лице цветет. Отпечатлевается слава на лице того, кто любит мудрость Божью. Не гневайся за всякое оскорбление на ближнего, и никого не оскорбляй делом. Свойственно человеку, не сдержанность в словах. Мы должны помнить об этом со снисхождением. И не внимай всякому недоброму слову о тебе сказанном. Поэтому многое произнесенное не соответствует расположениям сердца человека. А если как за осенними листьями бегать за каждым злым словом против себя, то можно потерять и собственное здоровье. И сам уберегись от того, чтобы оскорблять кого-либо. Гордость ненавистна и Господу, и людям, и преступна против обоих. Удивительное это свойство падшего человека. Самость оказывается для него не сокровищем, которое он так старательно должен беречь, а самым главным врагом. Ибо эта самость человека делает ему враждебным и самого Господа, и людей, которые с ним находятся. Владычество переходит от народа к народу по причине несправедливости, обид и любостяжания. Вот подведение итогов размышлений о власти земной. Оно не бывает устойчиво, но по причине несправедливости, обид и любостяжания Господь попускает разрушаться целым великим цивилизациям и империям и отдает власть над ними иногда совершенно диким и, как кажется, недостойным того народам. Но причины изложены в этом стихе. Что гордится земля и пепел? Вот фраза, которую каждый должен запечатлеть у себя на сердце, тогда, когда помысл гордости приходит к нему. И представляется человек сам себе чем-то значительным и великим. Вот в этот момент и нужно произнести в тайне сердца своего слова из 10 главы, 9 стих книги «При мудрости Иисуса, сына Сирахова о себе самом». Что гордится? Вскую гордится? Почто гордится земля и пепел? Так по-церковно-славянски звучит эта фраза. И эти слова, как отрезвляющее средство, тотчас вернет тебя к сознанию своей всесторонней от Господа зависимости. И при жизни извергаются внутренности его. Продолжительную болезнью врач пренебрегает. И вот ныне царь, а завтра умирает. Когда же человек умрет, то наследием его становятся пресмыкающиеся звери и черви. Начало гордости удаления человека от Господа. Нарисовав такую печальную картину последствий краткой человеческой жизни, как бы заставив нас осознать весьма глубоко нашу неустойчивость, нашу временность, порождает в нас вопрос, откуда же в нас гордость? А вот откуда. Начало гордости удаления человека от Господа и отступления сердца его от Творца его. Что же тогда нужнее всего дать своим детям? Для того, чтобы не было с ними тех бед, которые исчисляются прежде и в этой книге, надо прежде всего избежать удаления ребенка от Господа и не допустить отступления сердца его от Творца его. Ибо начало греха — гордость, и обладаемый ею изрыгает мерзость. А ведь как много ошибок педагогических делают и родители, и воспитатели, когда превозносят ребенка, и малые заслуги молодых людей представляют великими и увенчанными достижениями, и формируют постепенно сознание своих собственных детей, гордое и надменное, находящееся в пренебрежении к окружающим людям. А это, оказывается, самый главный источник проклятия. И за это Господь посылает на него страшное наказание и в конец низлагает его. Господь низвергает престолы властителей и посаждает кротких на место их. Это трудно поверить, но это правда. И вся человеческая история, которая есть, кажется, противостояние и борьбы за власть, оказывается на самом деле подтверждением одной истины, что как бы кто гордый, надменный, не лез бы на вершины власти, Господь с легкостью, как прах земной, сметает их с кажущимся, их устойчивого престола и на место его водворяет кротких. Господь вырывает с корнем не только людей, но и целые народы и насаждает вместо них смиренных, слушающихся его. Господь опустошает страны народов и разрушает их до основания земли. Он иссушает их и погубляет людей, и истребляет от земли память их. Чудная мысль дальше сформулирована после этого страшного такого образа Божьей власти над всей человеческой славой, за которую так бьются и которой так дрожат люди. Гордость не сотворена для людей, не ярость гнева для рождающихся от жен. Мы есть рождающихся от матерей своих, мы призваны из небытия в бытие на краткое время нашим создателям. Не для нас гордость. Горд деница, падший с неба. Он великий среди бесплотных, но участь его озеро огненное. А человек, который есть земля и пепел, с чего будет гордиться? Гордость не сотворена для людей, и ярость неуместна в том, кто сам рожден от женщины. Семя почтенное какое? Семя человеческое. Семя почтенное какое? Боящиеся Господа. Семя бесчестное какое? Семя человеческое. Семя бесчестное какое? Приступающие заповеди. Это уже явно поэзия. О чем она возвещает эти стихи? О том, что человек имеет свободу выбора. Из человека может выйти как добро, так и зло в соответствии с его произволением. Хочу, не хочу. Вот человек, говорит Феофан Затворник, хочу, потому что хочу, не хочу, потому что не хочу. Велик тот, кто произволение сердца своего устремляет ко благу. Старший между братьями в почтении у них, так и боящиеся Господа в очах его. Вот признак старшинства, благоговения. Богат ли кто и славен или беден? В любом случае, похвала их, страх Господень. Несправедливо бесчестить разумного бедного и не должно прославлять мужа грешного. Какое актуальное замечание для сегодняшнего дня. Кто интересуется в этой современной политике прославления звезд нравственным достоинством того или другого, но запрещает слово премудрого прославлять грешного. Почему? Потому что прославление его приумножает грех и силу греха в мире этом. Потому никаким образом в отношении людей бесчестных не должны произноситься прославления и здравицы. Почтенный вельможа, судья и властелин, но нет из них больше боящегося Господа. Уже немало было сказано авторам о том, как надлежит признавать власть и вельмож, и царей, и судей, судей, но велик пред Господом по-настоящему только тот, кто имеет благоговение пред Ним. Рабу мудрому будут служить свободные, и разумный человек, будучи наставляем им, не будет роптать. Не умничай много, чтобы делать дело твое, и не хвались во время нужды. Всякое благоразумие, смиряющее человека и поставляющего помысла его на скромное место, послужит потом к великому благу его. Лучше тот, кто трудится и имеет во всем достаток, нежели кто праздно ходит и хвалится, но нуждается в хлебе. Сын мой, кротостью прославляй душу твою и воздавай ей честь по ее достоинству. Как немногие родители сейчас, желая видеть своих сыновей исправными и успешными, состоявшимися, скажут, подобно апостолу Павлу, кротость ваша да будет известна всем человеком. Сын мой, хочешь прославиться, не отвечай злом на зло и досаждением на досаждение. Будь милостив к другим и строг к себе, поставляй себя на последнее место, и вознесет тебя Господь. Кто будет оправдывать согрешающего против души своей? И кто будет хвалить позорящего жизнь свою? Вопрос. Если человек против нас, против души согрешает, если кто-то позорит жизнь свою, кого, разве можно похвалить такого? Так что же делать? Не похвали самого себя, если ты гордишься. Не похвали самого себя, ты вредишь себе своей гордыней, ты своим надмением разрушаешь самого себя, а ведь это безрассудство, ведь ты согрешаешь против души своей своей гордостью, и ты позоришь себя своим надмением. Таким образом, сам в своем мнивом величии являешься врагом, самым лютым врагом самого себя. Бедного почитают за познание его, а богатого за его богатство. Уважаемые же в бедности, насколько больше будет уважаемым в богатстве, а бесславные в богатстве, насколько будет бесславнее в бедности. В завершении 10 главы наш премудрый автор расставляет систему ценностей в ее настоящем виде. Ничто богатство без мудрости, поскольку никакой надежной славы не дает человеку. И, напротив, мудрость и без богатства хороша, но таково уж свойство жизни человеческой, что к ней Господь, как некогда премудрому Соломону, и нам с вами подает и в земном достаток. Да укрепит Господь своей благодатью нас, чтобы, твердо веровав словам премудрости, следовать им по жизни своей, да приобретем и земные, и вечные блага. Дорогие друзья, кому по душе слова истины и света, слова мудрости, представляемые в Священном Писании, подписывайтесь на портал Экзегет, чтобы всегда близко с вашим сердцем была эта благословенная небесная манна, слова премудрости, которые сильны напитать вашу жизнь и исполнить ее подлинной радостью. Субтитры создавал DimaTorzok